Добрый вечер, Гомель! Здравствуйте, дорогие друзья! Осень, время урожаев. Капуста, картошка, яблоки. Полезно и, конечно же, вкусно. Саш, скажи, а ты любишь драники? Конечно, люблю. Я тебе скажу больше. Я неплохо их готовлю. Наверное, нет ни одного белоруса, который бы не любил драники, щи, мочанку. И это нормально, ведь белорусская кухня – это прежде всего традиции и, конечно же, полезные во всех отношениях блюда. Культура питания белорусов сегодня об этом в нашей программе. Приготовьтесь записывать, будет очень познавательно. И очень вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Знаешь ли ты, Саша, что во времена Советского Союза в Москве был ресторан «Минск» и там подавали... Ресторан слышал, но подробности я не знаю. Надеюсь, ты поделишься. Там подавали блюда исключительно белорусской кухни. Гусь, жареный с капустой, утка с яблоками, яичница с крестьянской колбасой и даже яблоки, печеные с вареньем. Ты знаешь, с удовольствием бы вернулся в тот ресторан и в ту эпоху, но, к сожалению, ресторан этот уже не существует. Ну, ты знаешь, что вовсе не обязательно, поскольку приготовить роскошные белорусские блюда сегодня можно на любой домашней кухне. И что-то мне подсказывает научиться этому тоже реально. Конечно, можно. Мы будем учиться этому прямо сейчас. Сегодня нам удалось пригласить в студию настоящих гурманов, профессионалов своего дела, людей, которые каждый день обучают кулинарным секретам. Они обещали поделиться своими знаниями о белорусской кухне с нашими телезрителями. И не только. Позволь, я представлю наших очаровательных гостей. Сегодня у нас в гостях Гомельский государственный профессиональный технический колледж кулинарии, зам директора Енина Зарецкая и преподаватель специальных дисциплин Светлана Голубева. Девочки, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, правда ли, что вот особенность белорусской кухни заключается, ну, прежде всего, в любви белорусов к картошке? Ну, конечно, правда. Ну, да, мы не исключим возможности и говорим о том, что действительно белорус, он любит картофельные блюда. И в нашей белорусской кухне картофельных блюд множество, их перечислять можно, пальцев не хватит. Бесконечно. Бесконечно, да. Как из фильма «Девчаты». А почему? Почему бульбу так любят на нашей территории? Бульба, наверное, это второй хлеб у белорусов. Излюбленная бульба, потому что много блюд из картофеля получаются не только картофель отварной, а из картофеля отварного можно приготовить множество. Вы как в фильме «Девчаты» сейчас. Картошка жареная, картошка вареная. Ну, смотрите, картошка известна ни много ни мало с 17 века. И с тех же пор сохранилось, ну, как указывают исторические источники, порядка 200 различных рецептов. Мы сегодня в 21 веке живем. Сохранились ли эти 200 рецептов, или, может быть, они приумножились, или, может быть, что-то вообще осталось в истории? Я думаю, что и в современной кухне, опять же, брать истоки белорусской кухни, но в современности можно и приумножать количество этих блюд и приготовления. Наши предки готовили чаще всего в глиняных, наверное, посудах каких-то горшках. Ну, микроволновок не было тогда. Да, действительно. Может быть, поэтому они были такие смачные, вкусные. Вообще, какие вот особенности? Особенностей множество и много. И правильно вы говорите, что посуда очень большое имеет значение для приготовления белорусских блюд. И глиняные горшочки, и керамические горшочки, и чугунки, если вспомнить наших бабушек в деревне, они давали, наверное, такую особенность, когда блюдо разваривается. И, естественно, без печи приготовить в те времена, в XIX веке, также в XVIII-XVII, невозможно было. Вот, поэтому... То есть это особенность белорусской кухни? Пища должна быть очень разваристая, да? Конечно, да. Блюдо томленное, да. А это не вредно, кстати, для продукта, который так долго томится под температурой? Ну, можно учитывать то, что вкусовые качества меняются, и питательные вещества сохраняются не все. Но в то же время, если сравнить с некоторыми кухнями уже современности, ну, я, наверное, дам предпочтение больше белорусской кухни. Хорошо. Скажите, на современной кухне, в современной газовой плите нельзя достичь такого эффекта, как достигается именно в деревенской печке? Нет. Нет, нельзя. Почему? Ну, потому что деревенская печь, русская печь, она же... Это особенный такой вид оборудования, скажем так, в котором готовятся блюда. Там сохраняется высокая температура. Если мы вспомним наши... Как моя бабушка, помню, в 4 утра встанет, пока она все приготовит. И блюда, которые приготовят там к 6-7 утра, остаются у нас до вечера. И вот, представляете, в этом жару, с пылу с жару, как мы говорим, мы кушали блюда, и какие они получались вкусные. И до ужина, если они там стояли, то, конечно, это уже и первое, и второе, и третье. И в то же время это было безумно вкусно, изысканно. А, Енина, а как вы считаете, правильно ли выражение, что белорусская кухня, она очень жирная, вот, и блюда белорусские... Калорийные. Да, слишком калорийные, содержит много вот мяса, сала, так ли это? Ну, не то чтобы прям очень много мяса, сала, наверное, все-таки больше овощей в нашей белорусской кухне. Вот, мясо сала, конечно, непременно тоже присутствует. Ну, жирная, да, достаточно жирная. Но так как она проходит, как говорится, в процессе приготовления различные этапы, то есть жарится и варится, и томится, потом и запекается, то, ну, как-то вот все это... Скажите, как вы считаете, вот, современная культура питания, она основана все-таки больше у белорусов на вот этих вот традициях, или влияние, скажем, заморских кухонь сегодня делает свое дело? Те же суши, которые активно внедряются на наши столы. Ну, люди выбирают, им предлагают, они выбирают, им видно, это правда. Я думаю, что на сегодняшний день как-то даже 50 на 50, то есть все-таки белорусская кухня присутствует в большинстве своем. То есть все равно мы употребляем очень много картофеля, то есть все равно недаром назовут все бульбаши, все соседние наши страны, да, потому что, ну, бульба на белорусской мове, картофель мы употребляем все равно в большом количестве. Ну, и так как, как вы говорите, все эти заморские вкусности появляются в нашей стране, то, несомненно, это соблазн для людей, для современного общества. И, конечно же, хочется попробовать итальянскую, японскую, вот, и фастфуд вливается в нашу жизнь очень активно. Вот, то есть как-то вот все вместе. Но, несомненно, все-таки белорусская кухня занимает, ну, большую часть нашей жизни на нашем столе. Гомельский колледж кулинарии – одно из лучших учебных заведений в республике. Вы выпускаете в свет тех, кто будет нас кормить, по сути, формировать нашу культуру питания. Вот такая ответственная очень миссия сегодня на вашем учебном учреждении и на вас. Расскажите, какие дети сегодня, чего они хотят? Я имею в виду те, кто приходят обучаться кулинарии. Кто? Эти будущие повара. И, в принципе, да, и, в принципе, кем они хотят стать? Они хотят стать первоклассными поварами. Вот, мы выпускаем поваров, официантов и кондитеров. Дети приходят очень хорошие, с высокими баллами аттестатов. Они уже конкретно знают, что они хотят быть вот конкретно либо поваром, либо официантом, либо кондитером, уже поступая к нам. То есть нет таких, которые пришел случайно, нечаянно попал. То есть, если я правильно понимаю, то родители этих детей или, как минимум, кто-то из родственников уже владеют данной профессией? Нет, не всегда. То есть от семейных, да, из детства? Нет, есть даже без династии. То есть их большинство даже без династии. То есть, как правило, родители не повара, но вот ребенок, ну, я не знаю, что повлияло. Может быть, в детстве, может, какие-то фильмы, может быть, вот бабушка, которая пекла что-то в печи. Ну, это чаще девочки? Ну, последнее время показывает, что 30% мальчиков в нашем колледже обучается. То есть мальчиков все больше и больше. Ну, у вас обучаются очень интересно. Я знаю, что у вас всякие конкурсы, начиная от кондитеров, правильное оформление какого-то блюда, красивая декорация, да. Сегодня столько много модных современных тенденций кулинарных. Вот расскажите, вот вы, наверное, тоже посещаете какие-то фестивали, какие-то мероприятия, где делятся опытом кулинарных. Ну, у нас непосредственно на базе нашего колледжа проходят различные конкурсы и мероприятия. И конкурс нарезки, допустим, на скорость дети нарезают овощи. Это и конкурс кондитерского искусства, выпекают конкурс пирогов у нас был. А подожди, давайте остановимся на конкурсе нарезки, вот чтобы нарезать сколько надо времени помидор, допустим, вот, чтобы выиграть этот конкурс. Есть такие секунды, минуты? Ну, это техника нарезки, наверное, скорее всего. У нас устраивается нарезка, ну, чаще из картофеля различными способами, различными формами. Ну, требуется несколько секунд для нарезки картофеля соломкой. То есть выиграл тот, кто быстрее соломкой нарезал правильно? Да, да. Допустим, становится 20 участников, у них у всех примерно одинакового размера картофель. Вот, время пошло. А вот скажите, действительно ли в белорусской кухне, в старой белорусской кухне не было десертов, сладких таких пирожков и блюд? Я вот слышала, что наши предки чаще кистья... Как же они бедненькие без сладкого то жили? Да, это действительно правда. Десертов и сладких блюд в белорусской кухне, в традиционной белорусской кухне, действительно нет. Их заменяют напитки различные сладкие. Вот они выпекали пироги, различные караваи. То есть, ну вот, это заменялось. А сладких, как таковых сладких блюд действительно не было. И как давно они появились? Как давно появились? Ну, со времен, как бы вот совсем недавно, можно сказать. И как таковых, вот конкретно белорусских традиционных блюд, ну, в принципе, нет белорусской кухни. То есть, это все уже соседних стран позаимствованные. Немножко, может быть, переделаны на наш белорусский лад. Скажите, ваше заведение с 60-го года существует, да, колледж? 55 лет нам было в прошлом году. Ну, вот, примите поздравления, правда, с опозданием. Наверняка у вас есть в колледже такое фирменное одно или несколько блюд, которое передается из поколения поколения студентов. И которое, может быть, готовится на какой-то праздник. Скажем так, кухонный бренд. Да, вот, да, да. Хорошо, наверное, торты, да, пироги. Торты. Опять-таки сладкие. Ну, если говорить о белорусской кухне, безусловно, без бабки никогда не обходится, без колбасы никогда не обходится конкурс. И мочанка с блинами, это... Мочанка, то есть блины и сало какое-то с какими-то подъемами, мясо. Мясо, сало, можно мочанку готовить с колбасой крестьянской, вот, домашней, с чесноком. Да, отдельно подаются блины и мочанка. Но при этом самое фирменное – это ваши торты, я правильно понимаю? Красивые, оригинальные. И очень вкусные. И очень вкусные, я знаю. Наверное, по роду вашей деятельности вам тоже приходится бывать на каких-то мастер-классах, куда вас приглашают, на каких-то дегустациях. Да, может быть, и дегустациях. На ваш взгляд. Чего сегодня не хватает белорусской кухни? Вот 21 век, опять-таки, возвращается в день сегодняшний. Чего белорусская кухня, ну, постепенно, волей-неволей лишается? Ну, вообще, в принципе, волей-неволей лишаемся нашей белорусской кухни. Мы ее мало популяризируем. То есть у нас достаточно мало ресторанов, которые подают блюда белорусской кухни. Вот, это, несомненно, расстраивает нас. Вот, хотелось бы, вот, ну, больше. Больше ресторанов и больше белорусской кухни. Что такое ресторанный бизнес сегодня, насколько я понимаю? Это спрос диктует предложение. Если, как мы говорим, в народе не хватает культуры потребления белорусских блюд, да, люди не хотят есть белорусскую кухню свою собственную, они, естественно, пойдут попробовать итальянскую или какую-то еще. Но я знаю, что в других странах сегодня, в ресторанах, очень практикуется, если это суши, то они, скажем так, национализированы. То есть, допустим, белорусские суши, там, белорусская лазанья какая-то или еще что-то. Вы сегодня обучаете подобным, вот, ну, слиянием... Двух кулинарных культур. Да, культур, да. Существует вот такое вот понятие вообще, в принципе, в кулинарии? Ну, нет, таком мы не имеем. Вы знаете, у нас есть дисциплина такая, как технология приготовления блюд мировой кухни. И там уже преподаватели отдельно по вот этим традициям и кухням других стран обучают именно уже приготовление каких-то особенных блюд. Мы не можем и не имеем права обойти стороной. Это, как и в любой кухне мира, у белорусов тоже есть своя сервировка. Сервировка стала. Давайте какое-то внимание уделим ей. Да, какая она такая домашняя? Наверное, даже мы можем в общем сказать не только о сервировке. Если говорить о использовании продуктов белорусской кухни, то это, безусловно, это большое количество лесных грибов в нашей кухне, это ягоды, это квашеная капуста, соленья, тоже сало украинское, но оно наше, белорусское. И соленья дополняют в большинстве блюд, дополняют именно гарнируемые соленьями белорусские блюда. И при оформлении очень много используется ягод. Клюквы, брусники, калины. И именно не по одной ягодке, а вот грость. Да, да, это выглядит очень красиво. Пусть блюдо простое, но, опять же, должно вызывать аппетит, и оно делает свое дело. Если говорить о сервировке, то, конечно же, как мы говорим о объектах общественного питания сейчас в нашем городе, конечно, хотелось бы, чтобы было больше именно специализированных объектов белорусской кухни, где использовались бы те же глиняные тарелки, те же горшочки, те же доски, и деревянные ложки, к примеру, как элемент сервировки. То есть очень большое внимание мы уделяем и сервировке, и подаче, и оформлению. И наши учащиеся берут от нас эти знания и потом применяют. И проводится большинство конкурсов и мероприятий в нашем колледже, где... Вот знаете, без чего вас не отпустим? Уверен, что вы храните какой-то рецепт, которым с удовольствием поделитесь и с нашими зрителями этим вечером. Самый любимый и традиционный, всё-таки мочанка, я на нём остановлюсь. Когда мы готовим блины на дрожжах, дрожжевое тесто готовим и отдельно готовим кусты. Есть какая-то особенность в этом тесте дрожжевом? Всё обычно? Молоко, дрожжи? Дрожжи, тесто настаивается, должно хорошо подойти, и должен быть такой вот запах дрожжей обязательно. Если мы говорим о самой мочанке, о самом блюде, то это кусочки мяса нарезанное, обжаренное, с добавлением лука, бульончика и сметаны. И всё это тушится? Это всё тушится, да. А в каком виде подаётся? В горячем, в холодном? В горячем, конечно. Только в горячем виде мочанка подаётся. И уже посетитель, блин, макает, так сказать. Макает и ест. Да, и очень вкусно ест. Ну и не забыть разговаривать с тестом в процессе приготовления, и частичку своей души вложить в то, что подаёшь на стол. Спасибо вам большое, что вы занимаетесь таким делом. Мало того, что вы обучаете людей готовить вкусно, но ещё и формируете действительно нашу культуру питания. Может быть, пару каких-то советов. Как мы могли бы возвращать то, что постепенно уходит, сохранять то, что, в принципе, нам давно принадлежит? Я говорю о нашем белорусском. Ну, вы знаете, если говорить об учреждении образования, то, конечно... В каждой семье, допустим. С чего начать? Я уже поняла. Надо украшать гроздью обязательно любое блюдо. В семье нужно говорить об этом. Говорить об этом. Да, говорить, что сейчас же дети, вот молодёжь практически... Ну, нет уже таких ребят, наверное, у которых ещё есть печи, бабушки, дедушки. А родители должны говорить о том, что вот когда-то мы приезжали в деревню, мы кушали там блюда такие-то. Это было так вкусно, да? Да, то есть мы должны вкладывать уже в детей, чтобы сохранять традиции, мы должны об этом говорить уже дома, в семье. Я думаю, что можно начать, наверное, с покупки глиняных сервизов, да, горшочков. Обязательно сходить в лес, набрать ягоды, грибы, пока ещё есть сезон. Попробовать сервировать даже обыкновенные какие-то макароны, если вдруг к драникам долго ещё придётся обучать семью. Ну, в принципе, это будут первые два шага для того, чтобы развивать культуру в семьях. Да, да. Вот, спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. С огромным удовольствием ещё раз представлю наших сегодняшних гостей зам. Директора Гомельского государственного профессионального технического колледжа кулинарии Янина Зарецкая и преподаватель Гомельского государственного профессионального технического колледжа кулинарии Светлана Голубева. Спасибо вам за ваше мастерство и за то, что эту часть вечера провели вместе с нами. И ждём вас в нашей студии ещё. Спасибо большое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте. Позвольте начать с такого вопроса. Для гомельчан это новое название, в принципе, новый формат заведения. Самый большой в Гомеле ресторан быстрого питания. Вот интересно, Питцбург, это просто фастфуд или это все-таки что-то большее? Мы строили этот ресторан и хотели, чтобы он был все-таки больше, чем просто фастфудом. Мы организовали детскую комнату, организовали отдельно кофейню, в которой можно попробовать свежую выпечку, чтобы это было больше, чем фастфуд, чтобы туда мог прийти человек, прийти семья со своими детьми, и, в принципе, всем там нашлось, чем заняться. То есть это такое заведение не просто для того, чтобы перекусить, а заведение для отдыха, для развлечений, для сплочения какой-то семьи, я так понимаю, даже. Заведение, в котором, в принципе, каждый сможет найти себя. И все-таки вот название Питцбург, это пицца и бургер. Пицца и бургеры. Ну, давайте уточним, вот если я не ошибаюсь, то Питцбург это такой собственный белорусский бренд фастфуда. Все верно? Да, мы разработали полностью бренд, написали брендбук под этот проект, соединили два течения, пиццу и бургеры. Ну, в принципе, мне кажется, что у нас получилось. А в чем отличие Питцбурга нашего, белорусского, от вообще подобных мировых брендов? Мировые бренды в основном выбирают себе одно направление. Кто-то делает гамбургеры, кто-то делает пиццу, кто-то специализируется на курице. Мы постарались совместить два, это пиццу и совместить, соответственно, гамбургеры. Дмитрий, согласитесь, гамильчане любят не только, не просто вкусно поесть, но еще и повеселиться. Кстати говоря, многие до сих пор помнят праздник пиццы, который был приурочен к открытию вашего заведения. Огромное количество любителей вкусной еды собралось тогда вот на этот гастрономический праздник. Давайте вспомним, как это было, а заодно и побываем в вашем ресторане Питцбург. В последние выходные лета гамиль наполнился неповторимыми ароматами базилика, моцареллы и свежей выпечки. На улице Кожера в сквере строителей развернулась настоящая гастрономическая изобилие – фестиваль любителей пиццы «Питцбургфест». Казалось, все гамильчане решили отведать итальянской пиццы, горячих гамбургеров, жареные картошки и свежей выпечки, приготовленных поварами и кондитерами нового ресторана «Питцбург». Заведение очень крутое. Мы заказали себе огромную маргариту, вкусные напитки, ждем. Я очень люблю бургеры, ради этого сюда пришел. И хотя официальное открытие заведения приурочили к проведению фестиваля, в тестовом режиме ресторан начал работать еще в начале августа. Масштабность проекта – свидетельство того, что культура потребления горячего фастфуда в Беларуси выходит на новый уровень. Пицца в Питцбурге на любой вкус и пекут ее в трех размерах. К приготовлению блюда приложили руку мастера кулинара, стажировавшиеся в Италии. Особенность этой пиццы – это уникальная рецептура. Это именно рецептура фирменная, фирменное тесто и несколько позиций фирменных пицц именно по ингредиентам. Особое место в меню занимают гамбургеры. 17 видов популярных сэндвичей с говядиной, курицей и рыбой. Есть также салаты, закуски, гарниры. Для любителей сладкого – вкусные десерты. Для детей – фирменный набор с игрушкой. Ребенку нравится здесь обстановка. Весело, здорово. Очень понравилась пицца, очень вкусная, все очень здорово. Будем приходить. На этом празднике каждый получил свою порцию удовольствия. Организаторы уверены, что после такого кулинарного фестиваля любителей пиццы и гамбургеров в Гомеле станет еще больше. Ведь Питцбург притягивает своей особой атмосферой. Сюда стоит идти, чтобы приятно отдохнуть с семьей или друзьями. Дмитрий, вы считаете, культура питания белорусов сегодня невозможна без модных кулинарных течений? Как пицца и фастфуд? Темп жизни белорусов ускоряется, и мы приходим постепенно к европейскому темпу жизни, где достаточно все быстро. Поэтому, когда вы идете, вам надо перекусить, вы хотите получить качественный продукт и за минимальное время утолить жажду и пойти, например, работать дальше. Для этого раньше существовали кулинарии в магазинах, где давались непонятного качества продукции. Бутерброды были какие-то. Бутерброды, беляши, котлеты. Которые были непонятного качества. Сегодняшние, они вчерашние или еще и завтрашние, никто об этом не знал. В фастфуде вы получаете продукт, который приготовлен буквально сразу же перед вами, после вашего заказа. В течение двух минут вам отдают свежую булочку, свежую картошку или свежую пиццу. Вы перекусили и двигаетесь дальше. Вот скажите, вы пользуетесь уже рецептами проверенными, те, которые используют европейские какие-то рестораны, итальянские, или все-таки вы непосредственно сам выступаете дегустатором того, что же в будущем будет предлагать ваш ресторан? Ну, мы используем какие-то классические рецепты, без которых нельзя обойтись. Если мы говорим о пицце, то любой фастфуд или ресторан должен иметь какие-то классические рецепты пиццы, которые уже полюбились всему миру. То же самое касается гамбургеров. Конечно, есть фирменные гамбургеры, которые используем, какие-то особые соусы и пиццы, в которые ложим какие-то дополнительные ингредиенты, чтобы отличаться от других фастфудов или от других ресторанов. У вас действительно 17 видов гамбургеров сегодня представлено. А что вообще показал первый месяц работы? Что наши гамильчане любят больше, пиццу или гамбургер? Одинаково. Одинаково приходят. И пиццу, и гамбургеры очень радуют, что любят свежую выпечку. Свежую выпечку. Это торты, круассаны. У нас есть круассаны, синабоны, штруделя, которые мы делаем сами. Это видно, как мы делаем кухня открытая. И людям это полюбилось. Люди достаточно часто приезжают. Если не едят, то смотрят. Если не едят, то смотрят. Кстати, у вас очень интересная такая акция есть. Можно утром приехать и выпить кофе со свежим круассаном. Иногда даже, по-моему, бесплатно. В понедельник и в среду вы можете приехать с 8 утра до 11 дня и совершенно бесплатно выпить или бассейн. Ну так что, давай встречаться. Отправляемся. Встречаемся, да, каждый понедельник и среду. В общем, друзья, приезжайте. Возможно, в понедельник или в среду там и встретимся. Скажите, а вообще вы планируете развивать сеть Пицбург, учитывая, что это один из таких самых масштабных проектов сегодня в области? Мы рассматриваем различные площадки для открытия других ресторанов, но как бы это зависит от инвесторов. Вы сказали как-то, что сегодня фастфуд уходит, по-моему, ваша цитата была даже, уходит в спальные районы. Что имеется в виду, что на каких-то центральных улицах сегодня гамбургер не так популярен? Нет, на центральных улицах он популярен. И все фастфуды начинают с центральных улиц, потому что фастфуд это товар, который импульсивного спроса. Человек идет, он увидел красивую булку, ему захотелось, он зашел. Но появляется еще такая часть населения, которые живут в спальных районах. Они не хотят для этого садиться на троллейбус, выезжать, тратить какие-то там 20-30 минут. За августой булкой ехать куда-то в центр? Да, куда-то в центр. Они хотят выйти, например, прогуливаясь с собакой, либо с коляской, зайти, взять колу, взять пирожок, или взять булочку, или взять пиццу домой, когда идут домой, вышли с остановки. Для этого не надо никуда ехать, и мы находимся в спальном районе, достаточно большом спальном районе, и жители района ближайших домов приходят утром позавтракать круассаном, вечером взять пиццу домой, если не хотят готовить или сделать праздник своим детям. То же самое для того, чтобы сделать праздник детям, сделать день рождения, отметить его в детской комнате, ну, не надо никуда при этом выезжать. Собрались все дворовые, пришли, как к себе домой, потому что мы позиционируемся, в принципе, как семейный домашний ресторан, отметили и пошли гулять, например, дальше на те же самые площадки. Дмитрий, существует такое мнение, что некоторые люди, и их, получается, большинство, приходят в ресторан не за едой, а скорее за эмоциями, а еда, получается, уже, скажем так, вторично. Вы согласны с этим утверждением, и что вы думаете по этому поводу? Я частично согласен с вашим утверждением, потому что мы все родом Советского Союза, когда ходили в ресторан на день рождения, на юбилей, на свадьбу. Это был повод. Еда была вторична. Что вам подали? У всех была одинаковая отбивная и картошка-пюре. На этом все заканчивалось. Сейчас уже подрастает поколение, которое хочет ходить в ресторан и уже пробовать какие-то кулинарные изыски. Мы видим, что появляются в Гомеле суши, появляются рестораны, которые предлагают качественное мясо, появляются рестораны, которые делают пиццу, куда люди уже ходят поесть. В принципе, мы придем к тому, что, как во всем мире, люди будут в рестораны есть. У вас много развлекательных моментов в вашем заведении, что очень радует. Мы начали с этого разговора. Это и детская комната, такая уникальная. Я знаю, что вы планируете сделать для автолюбителей такой подъезд. Да, у нас есть в планах автодрайв. Уже подготовлено меню, сейчас идет согласование. Я думаю, что в течение месяца мы откроем. Скажите, когда гомельчане смогут насладиться белорусским фастфудом в Питтсбурге? Я не знаю, действительно, драник с букой? Белорусский вариант пиццы. Да, будет ли у вас какой-то белорусский такой вариант блюда? Ну, мы рассмотрим данный вариант. Рассмотрите. Что-то мне подсказывает, это уже в процессе. Давайте вместе будем все-таки культуру питания наших людей повышать, делать ее более грамотной, приближенной к нашим корням. Как вы считаете? Нет, это очень интересная идея. На самом деле, есть наработки, есть разработки белорусского фастфуда, который может достаточно сильно потеснить и мировые сети. Но на самом деле, сейчас складывается такая тенденция, что люди хотят вкладывать деньги только в проверенные модели бизнеса. Инвесторы не хотят рисковать с белорусским фастфудом. Ну, я думаю, просто инвесторы не до конца понимают, что такое вообще белорусская кухня. Мы постараемся в течение ближайшего времени с Александром и инвесторам тоже об этом рассказать. Рассказать, насколько это разнообразно, вкусно и полезно. А, кстати, ресторанный бизнес-то интересно? Вот белорусский ресторанный бизнес. Ресторанный бизнес интересно. Белорусский нет? Белорусский тоже интересно, потому что он находится на самом-самом первой ступеньке развития. Даже не на второй. Даже не на второй. Мы очень отстаём от украинцев, очень сильно отстаём от россиян. В чём отстаём? Во всём. Ну, вы имеете в виду в качестве приготовления, в зарабатывании на проектах коммерческих каких-то денег? В качестве посещаемости. У нас ещё люди не готовы ходить каждый день в ресторан. У нас люди готовы ходить ещё по советским правилам, на выходных развлекаться. Ну, с другой стороны, подобные заведения, как ресторан Писбург, они вполне могут поспособствовать такому более, скажем, активному посещению, уже, скажем, активному питанию не дома, вне дома. Ну, мы стараемся. Ваше предположение, ваш вариант ответа – кухня будущего. Какая она? Кухня будущего? Ну, кухня будущего разделится, наверное, ну, по мне, на два течения. Будет заведения, в которые люди будут приходить есть, когда бегут с работы на работу, и будут заведения, в которые люди будут выходить уже по поводу, попробовать какие-то кулинарные изыски и потратить на это достаточно большое количество времени. Потому что, чтобы воспитать вкус, чтобы попробовать и получить гастрономическое удовольствие, надо есть в конечном итоге медленно. Дмитрий, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Без больших перерывов. Так. Находите время на своих детей, приходите с ними к нам в заведение, для того, чтобы радовать их, радовать себя. Видите, дорогие друзья, директор ресторана «Питсбург», нового гомельского ресторана, приглашает вас, гомельчан, со своими семьями к себе в гости и утверждает, что у него не просто очень вкусное блюдо, но еще и очень полезное. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Живая еда, биопродукты, органическая пища, как только их не называют. Натуральные продукты сложно назвать массовым сегментом в нашем городе, но спрос на них постоянно увеличивается. Сегодня это тренд, но готовы ли белорусы к экологической еде? Мы продолжаем разговор о культуре питания. Об этом и даже чуть больше расскажет наш следующий гость с огромным удовольствием этим вечером в студии. Наши программы приветствуем хозяина экологической фермы. У нас в гостях Артем Ткачев. Артем, добрый вечер. Добрый вечер. Артем, вы выращиваете чистую органическую продукцию. Что это такое? Зелень, огурцы, помидоры? Расскажите. Ну, в нашем хозяйстве мы стараемся выращивать нетрадиционные культуры. Зелень не просто укроп, петрушку, а такой ассортимент, который сейчас только становится популярным. Это руккола, базилик, шпинат, фенхель, сельдерей и так далее. Из овощей тоже стараемся выходить за рамки традиционных моркови, свеклы и картофеля. Чем стараетесь удивить сторонников здоровой пищи органической? Выращиваем как и новинки, такие как капуста кальраби, топинамур. Это вот то, что у вас на столе сейчас, да? Да, 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 образцы. Стараемся находить какие-то необычные сорта, к примеру, белые баклажаны, розовые итальянские какие-то селекции. Покажите, это розовый баклажан, да, вот у вас в этой корзиночке? Да, 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 вот. Ой, какое чудо! Это итальянская селекция. А он вырастает больше или это... Они могут вырастать огромных размеров на самом деле. Хорошо, меня интересуют вкусовые качества. Насколько он отличается от обычного баклажана, который все ему привыкли видеть, темно-фиолетовый? Если говорить про белые, они отличаются тем, что там не содержится вещество, по-моему, оно называется солонин. Который вот это синий... Да, который дает им этот черный цвет и рекомендуется баклажаны сначала нарезать и дать им отлежаться, чтобы оно вышло. Это вещество считается ядовитым. А в этих баклажанах оно полностью отсутствует. И на вкус они более нежные, то есть они отличаются от обычного. Артем, вот скажи, пожалуйста, а огурцы, скажем так, у мамы на даче? Органическая еда вообще, да. Или органическая еда это что-то немножко другое? Это зависит от того, как мама ухаживала за огурцами. Вот что такое органическая еда? Вот расскажи нашим телезрителям. То есть не каждый дачник выращивает чистую еду, я правильно понимаю? Да, далеко так. И далеко не каждый фермер и дачник выращивает полезную и качественную продукцию. Дело в том, что, если простыми словами, без премудростей, это продукция, которая обработка химическими препаратами и удобрениями либо отсутствует полностью, либо сведена к минимуму. Тогда чем обрабатывается подобная продукция? Есть аналоги биологические, которые не засоряют нашу еду, которые не откладываются и не наносят вреда. Которые не накапливаются в овощах, в зелени, в фруктах. Это отношение к земле другое. То есть если относиться к земле как просто к какой-то субстанции, из которой нужно как можно больше всего вытащить, вернуть урожай и получить прибыль, тогда работают другие методы. Тогда туда вбухиваются удобрения, делается химическая обработка сначала почвы, потом уже посадок. И это позволяет получить огромные урожаи. Артём, вот я думаю не только у меня, но и у Наташи, у наших зрителей вопрос. А как пришла эта мысль? С чего всё началось? Как пришла эта идея, что начну-ка я выращивать всё экологически чистое? Ты очень молод, да. И для того, чтобы даже так рассуждать ещё рано. Но ты это делаешь. Ну это всё пришло с самого себя началось. То есть я начал интересоваться здоровой пищей. В каком возрасте ты начал интересоваться? В 15, 17, 20? Ну я думаю где-то после 19 лет. То есть это не было чего-то радикального. Я постепенно исключал сначала самые вредные продукты, там как чипсы, то есть там какие-то сладости излишние. Постепенно начал приходить дальше, дальше изучать. Но чипсы, это же тоже вкусно. Но это же не полезно. Я и не спорю даже. Но это вкусно. Об этом мы даже не спорим. Это действительно может быть вкусно, благодаря добавкам, которые туда добавляют. Вот. Но если употреблять эту пищу довольно часто, все понимают, что здоровым надолго не останешься. Скажи, Артём, ты решил где-то в 19 лет завязать с чипсами, с вредной едой и создал своё хозяйство? Вот так вот? Нет. Это был очень такой постепенный путь. Если бы мне сказали 5 лет назад, что я буду заниматься сельским хозяйством, я бы никогда не поверил. То есть ты был обыкновенный тинейджер, да? И вдруг вот через 5 лет, хоп, и имеешь крестьянское хозяйство. У меня были совершенно земные и простые интересы, как у всех. Вот. Там я интересовался путешествиями, ездил по миру, автостопом. А что вы ещё выращиваете вот на своём хозяйстве? Кальраби, я смотрю. Да, да. Виноград. Виноград, да. Ну, виноград это так. Для себя, конечно, больших нету таких площадей. Вот. Мы выращиваем топинамбур. Я вот сегодня принёс цветы топинамбура. Это ещё называется земляная груша. И такое растение, можно сказать, сорняк, которое растёт практически везде. На каждой даче, наверное, его вырывают. Да, да, да. И многие его там пытаются избавиться от него, а он растёт и растёт. У меня отец на даче, он всю дачу зарастил топинамбуром, а мы с мамой не знаем, что с этим делать. Расскажи. А на самом деле это уникальная культура. Так его, наверное, просто можно есть без обработки. Он вкусный. Да. На самом деле это уникальная культура. Она, во-первых, не требовательна к почвам, не требовательна к условиям выращивания. Как вы видите, растёт везде и ничего с ней не сделаешь. Да. Красиво, кстати. Когда высокая трава, вот эта высотяная цвета. И она на самом деле вкусная. Просто у кого-то, может быть, растут какие-то сорта уже выродившиеся. На самом деле существует более, там, ста сортов его. Но это корнеплод только, да? Да, да, да. Вот топинамбура. Но, вот, и сам корнеплод довольно вкусный, сладкий. Но это растение, в нём употребляется не только корнеплод. Оно полностью идёт в переработку всё. И стебли, и цветки его. Куда стебли, куда цветки? И стебли, и цветки сушат, потом можно его пить как чай. Потом стебли также идут на силу для заготовки кормов. В некоторых странах из стеблей извлекают биотопливо, получают биогаз, получают этиловый спирт. То есть способов применения этого растения огромное множество. Ты, вот, вы выращиваете топинамбур и сами готовите, заготавливаете эти цветы для того, чтобы пить зимой чай. Да. Топинамбур уникален тем, что там содержится такое вещество, как инулин. Это природный аналог инсулина, который необходим для диабетиков. Поэтому, с точки зрения диабетического питания, это растение просто уникальное. И как корнеплоды, так и цветки, которые мы вот в этом году будем предлагать на ярмарках. А корнеплоды, вот, лично в вашей семье, где используют? Что из них делают? Ну, во-первых, их можно просто добавлять в салат, то есть тереть на терку. Это типа редьки? Нет, он сладкий, он по вкусу напоминает что-то похожее на кочерыжку от капусты. А, кочерыжка от капусты. Только сладкую. Да, 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 точно. Артем, насколько сейчас велик ассортимент того, что произрастает у вас на экоучастке? Ну, я думаю, у нас где-то около 15-20 видов продукции. Вот, кстати сказать, некоторая продукция, которую мы выращиваем, кажется необычной, но это то, что выращивали наши предки. Например? К примеру, черная редька. К сожалению, пропала она с наших прилавков. Очень редко, по крайней мере, можно найти. Она очень полезна при простуде. Да. Когда с медом делаешь вот такую ямочку, с медом, это у меня бабушка еще когда-то критила. Потом брюква, которая с прилавков и с рынков практически пропала. А это очень полезно и очень вкусно. И раньше считалось... Ну, вы сейчас выращиваете? Да-да-да. Вот. И для детей это считалось лакомством. Зимой достать брюку. Никаких сладостей, как сейчас не было. Сникерс не купишь в магазине. Баналы, ничего не надо. Да, это было большое счастье. Ну, а вообще вот к течению экопродуктов, которые сегодня практически заполонило весь мир и наши магазины. Ну, наших еще, может быть, белорусских не очень. А в других странах есть отдельные полки в магазинах для чистой продукции, выращенные местными фермерами. Как ты вообще к этому относишься? Вот как ты считаешь, что надо нам, чтобы побольше появлялось подобных магазинов и точек продаж? Ну... Побольше таких крестьянских хозяйств, как у тебя, или как? Мне кажется, нужно работать с населением. То есть это должна быть какая-то работа просветительская. Нужно давать больше информации, больше каких-то передач. О том, что это полезно, о том, что это возможно, да, выращивающие. Да, и мне кажется, со стороны фермеров нужно как-то отходить от привычного. Артем, что это такое красивое зеленое в корзинке? В корзинке еще не весь ассортиментный ряд мы изучили. Ну, просто это для меня тоже диковинка. Ну, да, мы тоже стараемся всех удивлять. Это такая культура, называется вигна. Вообще, ну, можно сказать, что это спаржевая фасоль, но это не совсем так. Это народом из Китая, и она достигает, в принципе, размеров довольно больших, до метра, вот такой вот. Нормально у нас прижилась. Да, на самом деле ее выращивать очень просто. И если спаржевая фасоль дает как бы один урожай, то вот эту фасоль мы собираем, даже сейчас она дает урожай. То есть несколько урожая за сезон, да. На протяжении двух-трех месяцев, да. И она настолько урожайная, просто удивительно. А вкусная? Она напоминает спаржевую? Она по вкусу напоминает спаржевую фасоль, даже более нежная. Ее можно заморозить. Ее можно заморозить, она сохраняет все свои вещества. Ее можно тушить, то есть она очень быстро готовится, буквально три минуты ее протушить. Она очень вкусная. А в сыром виде? Ну иди, Сашка, попробуй. В сыром виде ее можно добавлять. Слежь фасоль в сыром виде. Можно добавлять салат в сыром виде. Можно, да, все-таки? По сути, это аналог спаржевой фасоли, ну, такой вот. Еще раз, как называется? Вигна. Вигна. Ну, вот, в общем-то, на этой прекрасной ноте, я думаю, нам придется уже и попрощаться с Артемом. Время передачи ограничено, да. Артем, спасибо тебе за интересный рассказ, за интересный экскурс в историю и иноплантацию эко-культур. Приходи к нам в гости еще. Обязательно приходи и приноси новый урожай, рассказывай о том, как его вырастить. Спасибо тебе большое. Вам же напоминаем, что у нас в гостях был фермер Артем Ткачев, который занимается выращиванием эко-продуктов. Что значит питаться правильно? Улучшает ли картошка настроение? И как похудеть? Об этом далее в нашей программе. Мы продолжаем «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня мы говорим о еде и культуре питания. У нас в гостях Эрик Николаевич Платушкин, диетолог, врач и гастроэнтеролог, который научит нас правильно питаться. И Татьяна Ушакова, известная радиоведущая, диджей радио «Гомель плюс», обладательница уникального голоса и тела, женщина, которая смогла похудеть и готова сегодня рассказать об этом нашим телезрительницам. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Эрик Николаевич, как вы считаете, белорусы все-таки скорее упитанная нация? Скорее, да. И с чем это связано? Это связано с тем, что, к сожалению, наверное, в нашу жизнь внедряется так называемый европейский тип питания, который связан с тем, что мы перекусываем на еду, жизнь становится более динамичной. Это фастфуд, это отсутствие возможности приготовить пищу, а мы чаще пользуемся готовой, уже приготовленной, только разогреваем ее. То есть вы хотите сказать, что наши предки были более стройнее, потому что питались более натуральной и полезной пищей? Значительно стройнее, однозначно, были наши предки. Естественно, и физическая активность их была гораздо более высока. Татьяна, как ты себя чувствуешь в этом теле? Я уже целый год, пожалуй, прекрасно себя чувствую в этом теле. Замечательно, правда. Мне нравится. От чего вообще пришлось вот отказаться ради такой красоты? Ну, отказаться на какое-то время пришлось от сладкого. Где-то там я сначала фрукты не ела. Фрукты? Фрукты. Ну, совсем чуть-чуть, потом уже ела. Ну, наверное, не всегда. Я, вы знаете, что для себя открыла? Я открыла для себя лимоны. Оказывается, их очень вкусно употреблять с кофе. Я раньше не пила кофе с лимоном, а теперь это, пожалуй, мой любимый напиток. Редко где, жалко, в заведениях вот подают кофе с лимоном. Можно женщине задавать такой вопрос. Женщина всегда хочет похудеть. Ну, не скажи, не скажи. Есть много примеров, когда женщина в теле почувствует себя прекрасно. Чувствует себя прекрасно. Но я могу сказать, что у меня начала болеть спина, если вот по-честному очень сильно давление начало скакать. Хотя вес мой был, не скажу, что критический, но размер 50-52, и начала себя чувствовать не очень хорошо. И вообще очень долго ныло, много лет подряд. Вот, да как же так, я хочу по-другому выглядеть. Но потом я решила, все, надо сделать это. Какой была твоя пища тогда, и какой вот сегодня рацион у тебя? Ну, да, жареная картошка была, и на ночь очень много. То есть это нормальная белорусская кухня? Два раза в день, в основном три, я питалась. И, конечно, я была уже голодная, когда подходила к столу, и это были большие порции, я сейчас понимаю. Теперь я ем часто, 4-5 раз в день, и даже на ночь я ем тоже. Много воды, я взвешиваю свои порции, и до сих пор со мной всегда контейнеры с едой, я никогда не голодная. И вот что я заметила, когда ешь много полезной, вкусной еды, правда полезной и вкусной, не хочется сладкого, не хочется жирного, потому что мой организм сыт. Иногда я позволяю, конечно, себе, я очень люблю шоколад, я его ем, темный, зефирки. Я не могу не спросить ваш комментарий по поводу Татьянина истории, Юрий Николаевич. Расскажите, как вы оцениваете, правильно ли всё, Татьяна, сделала, и как результат вообще? Ну, я должна немножко рассказать, что у меня, на самом деле, что я ем. Это обязательно каша, обязательно белок, либо творог, либо яйца, либо грудку я запекаю, никогда не жарю, постараюсь этого не делать. Обязательно много воды, овощи, фрукты тоже обязательно в моём рационе сейчас. В принципе, она сейчас спрашивает, правильно ли она живёт. Ну, можно только одобрить такой подход. Надо сказать, что первое, что должен сделать человек, который имеет избыток массы тела, подумать о том, что он ест, задуматься над своим пищевым рационом. И это первый шаг, который даёт человеку возможность сделать другие шаги. То есть человек уже начинает обращать внимание, что он ест, в каком количестве он ест, как это приготовлено. Одно дело, допустим, запечённое, другое дело, это жареное, там, варёное. Это совершенно разный результат мы получим от пищи. Естественно, если человек задумывается о том, что он ест, то он начинает думать о своём теле, о своём организме, это потому, что, говорят, человек есть то, что он ест. Естественно, человек должен пойти на какие-то ограничения, потому что, говорят, сладкая еда – горькая расплата. Да, сейчас пища настолько вкусна, столько всяких дополнительных веществ вводится, чтобы человек хотел эту пищу есть снова и снова. Поэтому надо очень внимательно относиться к тем пищевым добавкам, которые входят в продукты питания, и трезво всё взвешивать. То есть вы за здоровую пищу и считаете, что, в принципе, Татьяне на рацион, он вполне подходит любой женщине, которая хочет сбросить лишний вес. Если Татьяна добилась того результата, который она хотела достичь и сохраняет, я так понял, на протяжении длительного времени этот результат, то это оптимальная ситуация, когда человек есть столько, сколько он тратит энергии на свою жизнедеятельность. Спасибо, но скажите мне, пожалуйста, если человек любит картошку, а мы говорим о том, что белорусская кухня – это и картошка прежде всего, с чем можно сочетать этот продукт без вреда для здоровья, чтобы были и приятные эмоции от поглощения еды, и в то же время польза. И, соответственно, что категорически запрещено с картошкой? Категорически запрещать сейчас, в общем-то, не принято, потому что каждый выбирает для себя тот стиль жизни, образ питания, который он предпочитает. И надо сказать, что картошку можно есть, но, допустим, не чаще, чем раз в неделю. Так, вот как Татьяна, раз в неделю драники. А если каждый день есть картошку, то это, в общем-то, крахмалистый продукт, крахмалы – это углеводы. Как мы не будем стараться, если человек не изменит свой режим физической активности, если он будет есть каждый день картошку, то он будет поправляться. Ну, я могу сказать, что мы как-то, девчонки были со мной вместе, которые тоже взялись за похудение, вымачивали картошечку, чтобы крахмала было меньше. Ну, и к тому же, еще, мне кажется, дело в размере порции. Можно же съесть килограмм картошки, а можно там одну крупную на одну порцию. Да, удовлетворение получить от еды и все, в принципе. Да, когда я начала худеть, вот уже в процессе я для себя вырабатывала какие-то свои, что мне нравится, чтобы жить дальше по такой же системе, по такой же программе, могу сказать, что я сейчас, в отличие от того, что было раньше, предпочту скорее гречку, чем картошку. Мне вкуснее. Теперь уже гречка, чем картошка. Ну, и драники тоже. Я раньше съедала штук 20. Например, драников. Мне было вкусно. А теперь я съем два, и, в общем-то, мне уже вкусно. Да, и хорошо. Мне достаточно просто уже. Видимо, можно все, если иногда и по чуть-чуть. Ну, если мы говорим сейчас о чуть-чуть, да, вот о правильном рационе и о употреблении каких-то порций по чуть-чуть, то скажите, вот этот правильный рацион, который вот не способен, ну, не всегда способен утолить голод, как быть, вот не можешь ты утолить голод, хочешь есть, съел маленькую порцию, и что делать дальше? Вот дайте нам какой-нибудь совет. Выпить воды, молоко, кефир. Я бы предложил выпить воды. Так. То есть хочу есть, сижу на диете, должна выпить воду. Дело в том, что желудок реагирует на объем содержимого. То есть если человек очень хочет есть, но на самом деле это ложный голод, то есть у него уровень, скажем так, сахара в крови нормальный, не пришло время еще есть, то лучше выпить воды, а второй вариант – это съесть морковку. Морковку? Да. Кефиры, капусты. То есть съесть индифферентное вещество, которое содержит, скажем, пищевые волокна, оно не даст, как бы, прироста сахара, калорий, но, тем не менее, заполнит объем желудка. Хорошо. Есть такая поговорка. Хочешь есть – съешь яблоко. Не хочешь яблока – не хочешь есть. Но все-таки стейк и яблоко – это не сравненно? Ну, как бы, их сравнивать нельзя? Ну, кому как. Я, например, лучше яблоко съем. Аналогично. Вот, Наталья, не поверю я тебе. Если бы у тебя был выбор – стейк или яблоко, согласилась бы ты на стейк. Ну, Сашечка, ну, ты если пригласишь нас в ресторан, вот, предложишь нам, тогда мы на твой вопрос ответим сразу. Ну, вот как бы, да, как бы. Если возвращаясь… Саша голоден, по-моему. Ну, мужчины, конечно, предпочтуют стейк. Весь вечер говорить о еде, о таких вкусностях. Если вернуться к тому, с чего мы начинали, о традиционной еде, скажем, белорусов, крестьян. Наша страна была крестьянской, все-таки страной аграрной. Надо сказать, что жирно ели или брали кусок сала с собой на покос, допустим, на сенокос. Когда тяжелая физическая работа. Когда не было тяжелой физической работы, все-таки ели постно. Поэтому надо всегда понимать, что если человеку предстоит тяжелая работа, физический труд, утром он может позволить себе и стейк на завтрак. А если человек пойдет читать лекцию или заполнять какие-то там отчеты, ведомости, то, естественно, ему будет достаточно съесть там творожок, жирный, нежирный творог, там, йогурт, чашку кофе и так далее. Наверняка каждый из вас, друзья, дорогие, имеет в запасе блюдо, которое называется неполезное, но очень любимое. Вот расскажите, раскройте тайну. Я люблю лазанью. Да. Очень люблю лазанью, я ее готовила, старалась, конечно, там что-нибудь с индюшатиной, там с фаршем. Но... Но самое вкусное, наверное, с жирным мясом, да? Ну, вкусно, но я уже из курицы делала. Я однажды сделала, посчитала калории, поняла, в каком кусочке сколько там калорий, порезала себе, разделила на контейнеры, и вот так вот целый день я... У меня слово «контейнеры» сегодня нравится. Ну да, маленькие, красивенькие штучки. Да, тоже вкусно. Ну, как бы, конечно, я это не буду готовить каждый день, тем более, ну, раз там... Я не помню даже, когда я это делала, это полгода, наверное, прошло. А представляешь... На самом деле уже так не хочется, я думала, что я без лазаньи жить не смогу. Вот видишь, а есть семьи, которые действительно каждый день готовят подобное блюдо. А ваш секрет? Это не секрет, это как бы... Жизнь. Исповедь, все мы грешны. Я, например, ем все, что мне готовит жена. То есть, по большому счету, вообще, в большинстве случаев, скажем, масса тела мужчин в основном зависит от того, чем кормят их жены. Ну, хорошо, готовит она под вашим руководством. Да, вы как там? Вы контролируете ситуацию на фухне? Как диетолог. Я, что полезно, что не полезно. Я являюсь в этом вопросе экспертом в плане технологии приготовления пищи. Она же знает мои пристрастия. Надо помнить о том, что еда – это не только пополнение калорий, пополнение там белков, жиров, углеводов. Это удовольствие. Это общение с друзьями. Это возможность познавать чужую культуру. Лазанья. Да. В Испании паэлья, да. Но, приехав и не попробовав эти блюда, пусть даже там оно пережарено в этой сковородке, там, на берегу ривьеры, да, но все равно это дух, скажем, этого народа. И, естественно, можно себе когда-то позволить. Но надо сделать так, что если человек переел, он это понимает, он должен эти лишние калории потратить. То есть пойти в зал спортивный, пробежать кросс, сыграть хоккейный матч и так далее. Вы знаете, этот известный актер Хлобыстин, у него есть такой принцип, я слышала в одном из интервью. Поел, отжался, поел, отжался. Наверное, да, это то, о чем вы сейчас и говорите. Но чаще всего после еды уже бежать, конечно, никуда не хочется. Но дискотеку, если вы в Испании или где-то там еще в Италии, в общем-то, сходить в Бразилию. Или в Бразилии, да. Тем более, вечерком после вот этого вот набора всего продуктов. Ну, мы, конечно же, не можем сегодняшний разговор закончить без ваших советов. Назовите пять продуктов, достаточно, может быть, даже будет и три, которые будут очень полезны, сытны и, может быть, соответствуют нашей белорусской культуре. Если говорить о чисто белорусской, то я бы сказал, что здесь она не настолько самобытна, что чисто белорусская. Это славянская культура питания. Если говорить о молочных продуктах, творог очень хороший продукт. На любой вкус и цвет жирности можно выбрать. Но надо помнить следующее. Если вы выбираете обезжиренный творог, да, то кальций, который содержится в этом твороге, он не всосется. Если вы просто хотите как белок съесть творог, то в этом случае можете брать обезжиренный. Если вы хотите, чтобы кальций из него всосался, значит взять жирный или со сметаной съесть. Следующее, это, конечно, овощи. Те, которые у нас исконно растут. Огурцы, помидоры, морковка. Огурцы, в основном, конечно, там вода. Главное, чтобы там не было нитратов. Есть клетчатка, которую считали раньше бесполезной. Но сейчас считается, что она способствует нормальной работе кишечника и нужна для организма. Если говорить о других овощах, капуста, конечно, лучше цветная. Она мягче для организма идет. Ягоды, фрукты, это как бы яблоко, вот антоновка особенно, это как бы кладезь, который нужно помнить. У англичан есть поговорка. То есть яблоко, съеденное в день, прогоняет доктора. То есть съесть яблоко, это отлично. Два, это вообще супер. Таким образом, молочные продукты, фрукты, овощи. Я бы добавил все-таки крупы, каши, та же гречка, это очень здорово. Но при этом мясо, куриные продукты, рыба, достаточно одного-два раза в неделю, в принципе, современному человеку? Если вот учитывать этот список продуктов, которые вы сейчас назвали. В принципе, достаточно. В принципе, достаточно. Другое дело, что и крупы должны присутствовать каждый день, и овощи, и фрукты. И тогда действительно мясо, птицу, рыбу можно ограничивать. Потому что вы будете получать все микроэлементы, белки, жиры, углеводы из вот этих полезных продуктов. Я бы так сказал. Замечательно. Сколько много полезной информации, и более того, вкусной. Вы знаете, дорогие друзья, вот обратите внимание, ведь совсем мало знаний необходимо, но очень много упорства, если вы посмотрите на Татьяну. Для того, чтобы действительно каждый день соблюдать и поддерживать эту культуру питания. Для того, чтобы мы были красивые, здоровые. Питаться можно и картошкой, и даже, может быть, и нужно иногда с овощами. Я хочу поблагодарить наших гостей за этот увлекательный разговор. Хочу, Татьяна, пожелать тебе дальнейших успехов. Береги себя, здоровья. Мы тебя с удовольствием слушаем в утреннем эфире на Волне радио Гомель+. Да, в этом плане ты молодец, замечательная. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. И будем приглашать вас почаще, для того, чтобы вы рассказывали нашим телезрителям, как же сохранить красивые фигуры и всегда оставаться здоровыми и счастливыми. Спасибо. Спасибо. Оказывается, изменить нашу культуру питания можно, но стоит ли? Ведь привычка есть простую пищу живет в наших семьях не одну сотню лет. Поэтому питайтесь так, как того требует ваша природа, но знайте меру. И помните, что еда это не просто насыщение, это эмоции, удовольствие, общение и часть национальной культуры. Поэтому, конечно, питайтесь на здоровье и с аппетитом. Это был Добрый вечер. Гомель на телеканале Беларусь4. Заходите на наш официальный сайт и ищите нас в популярных соцсетях. И не забывайте, что на нашем телеканале каждый вечер добрый. Редактор субтитров А.Семкин